Радик, расскажи о себе. Где ты учился, кто ты по профессии и как ты попал в сетевой маркетинг? Ну, сам я спортсмен. Недавно закончил высшее учебное заведение. Это Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации. Я готовился стать чиновником и хотел бы им стать, но тут в моей судьбе появилась компания Life is Good, чему я очень благодарен. И пройдя такой определенный путь от спортсмена, бизнесмена, депутата, был один срок депутата, увидел, что это все общественная нагрузка. И когда я возглавлял федерацию самбо, понимал, что большей частью приходится все это организовывать, находить деньги, выбивать деньги для организации соревнований. Понял, что ходить с протянутой рукой это не совсем по-мужски. Решил сам заработать деньги, чтобы давать. Для этого очень хорошо подошла компания Life is Good. Это очень вовремя. И я счастлив, что это и есть в моей судьбе. Радик, я знаю, что ты попробовал свои силы в разных сетевых компаниях. А почему именно Life is Good? Ну, все компании, в которых я был, это надежные компании. В каждой компании я получил очень хороший опыт жизни. С 2008 года я сам в сетевых компании. Это все были финансовые компании. Это компании страховые, это финансо-аналитические компании. Но именно Life is Good, это та компания, в которой кроме финансовых продуктов у нас есть главный козырь, который мы предоставим и который нужен каждому человеку. Это жилищная программа Bestway. И когда ко мне переходили директора из других компаний, мне говорили, назови хоть одну причину, по которой я должен уйти со статуса директора компании к вам. Я называл минимум четыре, но самый главный козырь – то, что у нас есть подобные счета, которые продаете вы, которые лучше. Но есть еще и жилищный продукт, который на сегодняшний день поддерживается государству, который нужен и востребован каждому. То есть мы продаем на рынке то, что нужно абсолютно каждому. Поделись опытом, пожалуйста. Как ты преодолел первые 100 отказов? Ну, для того, чтобы что-то получить в нашем бизнесе, нужно, конечно же, преодолеть. Первые отказы, я говорю честно, я сам, как спортсмен, переживал очень болезненно. Я не понимал, почему у них близкие друзья отказывали. Но когда я маленько отпустил ситуацию, когда я не стал тянуть людей в бизнес, они сами стали приходить. Это удивительно, но это работает. И я к своим сотрудникам тоже говорю, вы должны уметь преодолевать отказы. И я говорю, когда получите 100 отказов, вы станете профессионалом. Это как пропустить удар в спорте, то же самое. Но не стыдно пропустить удар, стыдно после этого удара не подняться. Был ли такой период в твоей жизни, когда у тебя опускались руки, и ты хотел вообще все бросить? Неоднократно. Действительно, у меня был такой момент. Я как-то даже делился с коллегами об этом, когда говорил, ну, очень много мотались по региону. Первые, ну, первые шаги всегда тяжелые. Это везде абсолютно. И были такие моменты, что не хватало денег, потому что много мотались по региону. Да, зарплата была, получалась, но она уходила на аренду офисов, на поездки, на расходы. И был момент, когда мне предложили хорошую достаточно, скажем так, должность после окончания учебного заведения, ну, где был хороший оклад, там порядка 100 тысяч. И плюс еще там, ну, был этот момент. И как-то вот я это смог преодолеть. Когда я снова увидел людей, которые зарабатывают деньги, я подумал, ну, почему, если они зарабатывают, я не смогу заработать, что ли? И я остался в бизнесе. И всем своим сотрудникам я тоже говорю, ну, первые времена тяжелые в любом бизнесе. Но 2-3 года идет становление любой компании, любого бизнеса. Но потом, потом вы уже будете зарабатывать такие деньги, это лучше, чем 40 лет ходить на работу, получать деньги, на которые невозможно прожить, а потом иметь пенсию, на которой жить вообще нельзя. Как ты относишься к людям, которые пытаются работать одновременно в двух компаниях, в трех, которые сидят на двух-трех стульях? Ну, вот мне очень понравился тренинг Андреса Винца, когда он показывал, как читать книгу, две книги одновременно. Это работает лучше всего. Вот действительно, так же невозможно, как читать две книги, так же работать в двух компаниях. Но это невозможно. У меня много таких негативных, скажем так, примеров в моей структуре, когда люди работают в одной, второй, третьей компании, пытаются заработать. Но самое главное, у них как не было денег, так и нету. Потому что если вода, камень, точно есть пословица, когда бить постоянно в одно и то же место, вода, казалось бы, нет ничего легче воды, но когда она капает, она пробивает там дыру. То же самое, когда ты работаешь в одном направлении, когда ты идешь к твоей цели, ты обязательно добьешься успеха. Но это надо делать в какой-то одной компании, в которой тебе нравится работать, в которой ты испытываешь позитив и в которой ты даже не считаешь, что ты работаешь. Буквально вчера встречались с коллегами, рядом сидела жена, и мы говорим только о нашем бизнесе. И, друзья, извиняюсь перед моей женой, что вот, извините, мы говорим только об этом. Она говорит, да я уже привыкла к этому, всегда у меня муж говорит только об этом везде, потому что это не работа, это состояние души, это образ жизни. Радик, а что у тебя сейчас нового происходит, как развивается твоя карьера? Ну, буквально недавно я наконец-то добился того, чего хотел сделать в других компаниях, но именно в этой компании мне удалось. Я стал официальным директором нашей компании, компанией Life is Good, ощущаешь себя по-другому. И на самом деле, вот, став директором, я увидел, какие здесь доходы. Это пассивный доход, получив доход, но с нового года, вот как я выполнил директорский уровень, поменял в жизни многое. Я увидел деньги, получили признание. Буквально завтра у нас состоится наш директорский бал, который очень долго ждали, которым очень долго шли. И я считаю, это одно из таких величайших достижений лично в моей жизни. Радик, спасибо за твое интервью, спасибо за твой опыт, за твои откровения. Спасибо. Спасибо.